В среднем 50 тысяч рублей на одного человека. Именно такую помощь предлагают предоставлять авторы закона проекта для работников, планирующих отпуск. Оплатить отдых придется всей семье сотрудника, но в Госдуме уверены, предприятия заинтересуются такими перспективами, ведь для щедрого руководства предусмотрены определенные налоговые льготы. В Росоюзах области отмечают, пока руководители оренбургских организаций не заявляют о своем желании помогать сотрудникам с отдыхом. Это все зависит от того, сколько тратит данный работодатель на оплату труда своих сотрудников. То есть, если ранее 6% он тратил на договоры по личному медицинскому страхованию, то теперь он в эти же 6% может потратить еще на оплату проезда, проживания, экскурсии и так далее. Экскурсионный тур или путевка в санаторий. Пункт назначения выбирает сам сотрудник. Главные условия – отдых в России. Эксперты считают, эти меры позволят вывести внутренний туризм на новый уровень. Туроператоры к наплыву клиентов. Готовые предложения уже разработаны. Скорее всего, возмещение будет на основные направления. Скорее всего, поставят Сочи. Сочи могут и как-то ограничить, потому что Сочи и так достаточно набитый. Это однозначно будет Крым. Тут однозначно даже мы с вами, я уверен, что этот вопрос не обсуждаем. Будет Дальний Восток. Ну, так как у нас есть программа развития Дальнего Востока, и туда будет возмещаться. Возможно, добавят Алтай. Возможно, добавят какую-то еще экономическую зону. Башкирию, Татарстан – не добавят. Смысла в этом нет. Вот как выглядит нововведение на реальном примере. Семья из четырех человек отдохнула по путевкам общей стоимостью 240 тысяч рублей. Максимальная сумма компенсации – 50 тысяч рублей на одного человека. Минус 13% подоходного налога. После выплаты от работодателя отдых обойдется всей семье в 66 тысяч рублей. Это дешевле почти в четыре раза. Подать заявление на отпуск за счет работодателя можно уже сейчас. Но отдохнуть на деньги компании удастся только в следующем году, когда закон вступит в силу. Это произойдет в январе 2019-го. Так что у работодателя еще есть время подготовиться. Оксана Боричева, Диляра Абусева, Константин Воробьев. Новости дня.